Ну что, друзья, давно у нас не было распаковочек из разных категорий и недорогих товаров. Вот сейчас зашел на склад, выбрал разные товарчики, которые, возможно, вам пригодятся, будут полезны, и они еще стоят меньше 20 долларов. Даже вот эта камера, которая смотрит прямо на вас и на меня, она также стоит 17, по-моему, 99 на распродаже сегодня. И особенность в том, что Full HD разрешение, двусторонняя связь и еще некоторые функции, а стоит ли она того или нет, мы с вами, конечно, и разберемся, а еще, возможно, разыграем. Так что смотрите видео внимательно. Погнали! Если вы часто смотрите мой канал, то я думаю, что вы догадались, что бело-зеленые коробки это Blitzwolf. Еще Ugreen, конечно, зеленит немножко, но вот Blitzwolf не уклоняются от своих традиций, все время делают в таком стиле. Ни хрена не понятно, BWFD2. Что это такое? Хорошо, хоть сзади пишут, и мы сзади понимаем, что здесь Form Soap Dispenser. Эта штука просто must-have в каждом доме. Я уже тысячу миллиардов раз говорил вам, ребят, и повторю, что очень важная, полезная, нужная штука, особенно в сфере последних всех событий. И Blitzwolf тоже не отстает, выпустили уже несколько вариантов, хотя первоначально, так сказать, батей или матерью были по-любому Xiaomi, потому что я первый пенный дозатор именно увидел от Xiaomi, и он до сих пор у меня работает, все с ним отлично, ему уже года 4. Ну вот такой вот сделали Blitzwolf. Что могу сказать сразу? Да, неплохой, неплохой дизайн получился, компактные размерчики, носик находится далеко, что должно выдавать пену и не забрызгивать, собственно, датчик, хотя здесь датчик тоже вроде большой, крупный. И сенсорная кнопка у нас сверху, Blitzwolf написано. Самое интересное, заправляется все это дело как? Давайте посмотрим, так, как это все еще дело открывается. Есть у нас здесь замочек, и нам нужно провернуть в противоположную сторону, я так понимаю. Так, закрыто. Слушайте, ну, странно, конечно, все это разобраться изначально. А сейчас, сука, поломаю все это еще. Так, замок есть. Внутри давайте посмотрим, как это все работает. Нет, не получается у меня открыть. Замок в противоположную сторону. Открыто. Есть стрелочка. Я пытаюсь это сделать, ни хрена не получается. С усилием. Сейчас оторву точно. Так, еще раз смотрим, что нам нужно сделать. Может быть, потянуть вниз и провернуть. Не, ребят, тоже не получается. О-о-о. Фух. Когда такие истории случаются, нам нужно что сделать? Нам нужно полезть и посмотреть, что еще в коробке есть. В коробке должна быть инструкция. Стыдно. Тысячу раз все распаковывал. Возможно, все делается намного проще, чем я стараюсь это сделать, но не получается ничего. Что в инструкции пишут? В инструкции пишут, открыть нужно. Гениально. Я это понял, ребята. Я все это прекрасно понял. О, супер. Так, ну, непонятно. Непонятно. Еще раз будем пробовать что-то сделать здесь. Боюсь, конечно, оторвать все. Я вижу внутри замки, вот, вот, оказывается, оказывается, все гораздо проще. Замок в другую сторону. Просто надо было проворачивать в другую сторону. Это не указатель, это просто задняя часть. Горловина здесь большая. То есть заправлять, заливать мыло можете сами. Пропорции это все те же самые. 30% мыла и 70% воды. Отмерили, смешали и все в порядке. Питается все это дело от 4 батарей формата 2А. Пальчиковые в простонародье называются. Давайте заправим, посмотрим, что вообще получится у нас с пеной. Так, притарабанил я мыло. Притарабанил батареечки Xiaomi. Получается, что мы вставляем. Xiaomi вставляет Blitzwolf. Мыло, опять повторяю, процентное соотношение. 30 мыла, 70 воды. Загорается сверху светодиодный индикатор. Красным цветом говорит, что готов к работе. И подносим руку, друзья. И убал, получаем ничего. Получаем порцию пены. Сейчас прокачается помпа чуть лучше. И все отлично, друзья. Ну, гудит не слишком сильно. Пена получается классная. Думаю, видите, все прекрасно. Мыть руки так гораздо удобнее. Детям все это нравится. И пенный дозатор это просто очень крутая штука. Ну что, работает неплохо. 4 батарейки тоже нужно, как и у Xiaomi. На носике ничего практически не остается. И пена самодельная. Вы видите, ребят, все получается, все хорошо. Вещь очень крутая, друзья. Не топлю за Blitzwolf. Есть Xiaomi в классные варианты. Поэтому выбирайте, что вам больше понравится. Их видов китайцы наклепали просто огромное количество. Я показывал только порядка 20 разных вариантов. Ну и вот китайцы выпускают и выпускают. И продолжать будут тоже их выпускать. Потому что вещь действительно крутая. Я уже, наверное, года два вообще мыло не покупаю обычное. И вот этим всем довольствуюсь. Это у нас, ребят, пульсоксиметр. Тоже вещь весьма популярная. Миллиардами продалась в Китае. Везде продается и у нас в стране в магазинах. И просто пользуется огромнейшей популярностью. Опять же, знаете, в связи с какими событиями. Все это дело выглядит максимально просто. Прищепка на палец. Которая имеет здесь еще дисплейчик. Пульсоксиметр. И, по-моему, здесь даже дисплей то ли IPS, то ли еще какой-то. Потому что китайцы писали, что здесь прям все очень круто, все красиво. Поставляется, конечно, без батарей. Одна кнопка управления. И сзади здесь отсек под них находится. Нужно две батареечки формата 3А. Давайте установим и проверим, здоров ли я. Ну что ж, надеваем эту прищепку на палец. И, собственно, происходят измерения. Нам нужно включиться. Включение. Зажимаем кнопочку. Отображается дисплейчик. Кстати, ребят, неплохой дисплей. Цветной. И у нас здесь предусмотрена кнопка поворота. То есть дисплей. Можно вращать информацию на нем, которая отображается. И все, собственно. Пошли измерения. Бьется мое сердечко. Жив-здоров. Сейчас увидим показатели СПО2. Насыщение кислорода в крови. Итак, показатели 98. Пульс у меня 79, 80. Все отлично. Я жив-здоров. Все в порядке. Все замечательно. Здесь еще есть ряд настроек, которые активируются. Кнопка удержания. Можно включать и отключать различные функции. Стоит этот прибор совсем недорого. По-моему, в районе 8 долларов. Так что, если вы интересуетесь данным прибором, то ссылочка также будет в описании. Смотрим, ребят, что у нас дальше здесь. Дальше здесь. В такой вот непристойной коробке. Ну, если честно, Banggood отправляет не всегда в хороших коробках. Находится термос. О, ребят, красавец, красавец. Оленище, оленище вот такой. И это рисунок такой текстурированный. То есть, он приятный на ощупь. Нарисован олень. И название, конечно, как всегда, странное. Ю Луш Хен Фен Х Бизнес Кап. Понятно. Все понятно. Сверху здесь не все так просто, ребят. Смотрите. Отклеиваем защитную ленту. И здесь отображается температура. Температура внутри содержащейся жидкости. Эта фишка, конечно, не новая. Но здесь еще есть сито. То есть, сразу можно заваривать чай. Тоже достаточно интересно сделано. Внутри силикогель, который мы, конечно, с вами пробовать не будем. Сталь 304 марки. Достаточно также популярная модель. Стоит недорого. Плюс, опять же, в крышку встроена система измерения жидкости, находящейся внутри. И еще многоцветный. Зеленым отображается еще и капелька какая-то. Все, вы, думаю, знаете такую штуку, которая орошает ваши цветы. Брызгалка в простонародье называется. Вот так вот ручкой работаете. Но китайцы говорят, применяйте эту энергию. Разрабатывайте руки лучше на чем-то другом. А мы вам предлагаем вот такую штуку, которая будет сама разбрызгивать воду. Это аккумуляторная помпа. Электрик спреер. Аккумуляторный распылитель воды. Вот эта штука весьма интересная. Есть также в нескольких цветовых решениях. Белый, оранжевый, зеленый и красный. Хотя почему-то розовый написан. И внутри колба. Объем 1 литр. Слушайте, ну это круто. 1 литр. У меня, по-моему, от Xiaomi есть такая уточка. Там объем точно в 2 раза меньше. Здесь литровая банка. Пластиковая. Но пластик достаточно прочный. Поэтому сломать его сложно. И форму свою принимает. В комплекте есть кабель для зарядки. Type-C нет, конечно. Здесь microUSB у нас. И так сгодится. Хотя уже можно и на Type-C переходить. Type-C. Type-C не проси. Пистолет. Электрик спреер. Ну что, друзья. Выглядит неплохо. Компактные размеры. Светодиодные индикаторы с верхней части. Под резиновой заглушкой находится microUSB порт. Ну, конечно, заглушка такая себе. Вот я уже с первого раза выдрал ее просто с корнем. Заглушка это явный косяк, друзья. Неудобно ее закрывать. Закрывает она уже после второго раза не так хорошо. Ну да ладно, это не самое важное. По нажатию кнопки сразу загораются 400-диодных индикаторов, сигнализирующие о процентном остатке заряда аккумулятора. 175, 50 и 25 соответственно. С нижней части у нас есть фильтр. Фильтрующий элемент пластиковый. И, собственно, регулирующая сопла, которая может подавать различные струйки воды. Откручивается, закручивается. Все просто. Если мы кнопку удержим, запускается помпа, работает тихо, друзья. Смотрите. Класс. Нет, реально штука интересная. Думаю, что будет работать очень неплохо. Все это должно выглядеть вот таким вот образом. Так, ребят, первое включение. Пробуем. Вау! Круто! Слушайте, вообще пушка. Просто огонь. Вот это реально крутая вещь. Серьезно. Смотрите, распыление просто космическое. Четкое. Рука сразу становится практически мокрой. Стол у меня тоже весь мокрый уже. Но распыляет классно. Таким устройством точно лучше пользоваться, чем рукой качать пальцы. Хотя, возможно, это как экспандер уже кистевой. Китайцы все нам пытаются облегчить жизнь, сделать нас более ленивыми. У них это получается. Лайк, если любишь тоже такие устройства ленивые. Класс. И можно даже освежиться. Круто! Даже для лета вот такая штука. Просто реально себя освежить вполне неплохо. Или там приглажки, да, возможно, кто-то будет использовать. Не знаю, я камеру сейчас нахрен залью. Ну, короче, крутая штука. Посмотрим еще на цветах. Первое впечатление просто топ! Класс! И вот еще кое-что интересное, ребят. Смотрите, в стандартном режиме все супер, все круто. Распыление просто замечательное для поливки цветов. Круто! Но если мы немножко откручиваем носик, то мы получаем уже мощный водяной пистолет. До стены у нас, ребят, 4 метра. И как думаете, что получается? Я думаю, вы уже на стене там кое-что увидели. Смотрите! Реально лупит вообще! Я думаю, метров на 5-6 точно. Вот, смотрите! Крутая штука! Действительно работает! Единственный косяк, который раздражает. Внутри болтается этот сетчатый фильтр. Возможно, либо его снять, либо какую-нибудь для него придумать насадку резиновую. А так, электрик спрейер очень достойная вещь, которая и пользу принесет, и порадует вас летом. Так что, если у вас много различных растений в доме, пожалуйста, приобретайте вещь. Реально крутая, выглядит не страшно. Объем 1 литр тоже вполне достаточно, я думаю. И дай бог, что зарядку будет держать долго. Хотя внутри вроде здесь аккумулятор на 2300 мАч. Нужно, конечно, еще это все перепроверить. Но по первому взгляду, ребят, просто топ. И цена невысокая. Класс! Рекомендую! И, друзья, осталась у нас камера. Здесь пишется HD Pixel, Alarm Push, уведомления, функция вращения. И еще ночная подсветочка предусмотрена. Так, открываем. Кстати, камер получил огромное количество разных, даже с дисплеями. Вообще, просто вот сейчас нет времени установить себе комплект. От Hi-CU, скорее всего, буду ставить вещь интересная. О, гармошка, инструкция. Здесь внутри еще какой-то брошюрка, какой-то брошюрка от китайца. И камера. Что у нас еще? И еще здесь комплект. Здесь, скорее всего, блок питания для этой камеры. Да, тут еще и крепление предусмотрено. И кабель есть. И еще и даже адаптер с европейской вилкой. Что весьма удивительно для китайского рынка. Характеристики у него 5 вольт, 1500 мА. И компактная камера. Инструкция нам сейчас нужна, чтобы стянуть отсюда приложение. Смарт-камера. Выглядит компактно, ребят. Снеговичок маленький. Маленький снеговичок. Есть функция вращения, есть функция вверх-вниз. Сзади расположен динамик. Опять же, с камерой можно разговаривать. Камера может нас слушать и передавать звук со смартфона. Есть крепление, которое выглядит вот таким вот образом. Крепится к стене. Либо же можно вот так ее закрепить. Боком можно поставить ровно. Можно где-то подвесить. Можно просто на столе использовать. Здесь снизу предусмотрены резиновые ножки. И, кстати, такие камеры могут быть запитаны просто от пауэрбанка. Что мы сейчас с вами и сделаем. У меня здесь лежит классная баночка. На 20 000 мАч от Xiaomi. Крутая баночка вот такая с индикацией. Мы сюда включаем USB-шечку. А сюда уже подключаем камеру. Сейчас она что-то нам должна сказать, по идее. И пока посмотрим, какое приложение нам надо стянуть. Здесь есть QR-код. Приложение называется V380 Pro. Можете поэкспериментировать стянуть его тоже. Камера недорогая, ребят. Поэтому, возможно, будет системы стартинг. Очень отлично. Все хорошо. Где QR-код? Где я же тебя скачал? Я же тебя показать хочу. Вот ты и здесь. Результат. Есть у нас результат. Переходим на сайт. Скачиваем приложение. Перекидывает нас в Play Market V380 Pro. Смотрите, ребят. Крутится. Это калибровка, так называемая. Да замолчишь ты уже, мать твою, так. Все? Поговорили? Можно продолжать? Спасибо. Итак, приложение весит 68,83 мегабайта. Минут 5,10, 5, 4, 5, 10, 5 утра. Сейчас будет у нас скачано. Роутер, кстати, из предыдущих видео, ребят, просто пушка. Интернет стал вообще дома очень классно работать. Все устройства подключаются быстро. Надеюсь, с этой у нас проблем не возник. Кстати, вот еще есть кнопка, скрепка для сброса. Там кнопка есть для сброса. И крепление тоже, возможно, вам пригодится. Хотя я думаю, что многие используют как настольную камеру эти устройства. Так, открываем приложение. Будем пробовать с вами все это сделать. Прочитал и согласился. Подтвердил все. Все разрешил. Потом можно все настройки более детально выполнить. Попробуйте безучетные записи. Продолжить. Предлагают нам... Можно без регистрации. Можно с регистрацией. Лучше, конечно, с регистрацией, чтобы вы смогли... И чтобы к вашей камере больше никто не подключился. Итак, нажимаем плюсик. Добавить новое устройство. Выбираем Wi-Fi камера. Пароль 1, 2, 3, 4, 5. Пароль 1, 2, 3, 4, 5. Окей. Нажимаем подтвердить. Все отлично. Нажимаем на воспроизведение. И ура! Мы все можем видеть. Кстати, камера работает неплохо. Поворачиваем на себя. Вы можете видеть, что практически даже все без задержек работает. Давайте проверим связь. Нажимаем динамик. 1, 2, 3. Понятно. Все хорошо. Можем разговаривать. Разрешить. 1, 2, 3. Слушайте, да и неплохо. За эту цену вполне-то неплохо. Базарит с нами неплохо. 1, 2, 3. Громкий динамик. Все отлично. Практически нет задержек. И самое интересное, ребят, смотрим. Если камера у нас стоит так, мы можем развернуть на весь экран. Картинка вполне неплохая. Можно вот вращать. Минимальный ход вращения по горизонтали составляет примерно вот столько. И в HD разрешении картинка действительно неплохая. Качество хорошее. Можете вот все видеть прекрасно. Все отлично. Яркие софтбоксы. И мое лицо в кадре выглядит вот таким вот образом. Да, я думаю, что здесь есть Full HD. Конечно, скорее всего, здесь около 15 кадров в секунду. Но для стационарной камеры, которая будет находиться в доме, вполне неплохо. Я думаю, что инфракрасная съемка тоже хорошая. Предустановленный PTZ. Есть еще и какие-то предустановленные функции по вращению. Можно задавать сценарий свой. Это тоже интересно. Функция обнаружения движения. И еще есть функция переворота. Так что все базовые функции здесь предусмотрены. Можно подключать сразу несколько камер. Разделять экран на несколько частей. Это тоже все удобно, все хорошо. Делаем снимок, делаем запись видео. Смотрим отснятые записанные файлы. Пожалуйста, войдите, чтобы использовать эту функцию. Для этой функции нужна регистрация. Так что, ребят, вполне все неплохо. И, соответственно, лучше выбирать HD разрешение. Картинка выравнивается и становится более четкой, более контрастной. Так что вполне себе отличная камера получается за ту цену, за которую она продается. Все супер работает. Еще есть цифровой зум. Микро-SD карточка устанавливается под объективом. В самом низу для этого нужно максимально вверх поднять объектив. И здесь есть слот под микро-SD карту. Поддержка, по-моему, до 64 гигабайт. И нет, конечно, здесь настройки по высоте. Вы ее регулируете сами. Есть только функция вращения по горизонту, а по вертикали функция выбирается уже в ручном режиме. Так что имейте это в виду, что у нее нет, видимо, мотора, который отвечает за вот эти вот движения. Только вращение по кругу. Так, в принципе, камера все отлично, вопросов нет. И хочу сказать, что получилось сделать ее компактной, удобной, недорогой, с хорошим звуком, с хорошим разрешением. За 17 баксов. Топ за свои деньги. Ну а на сегодня все. Мы еще будем тестировать различные устройства, делать еще различные подборки. Будет много Xiaomi. Поэтому отписывайтесь, чтобы все пропустить. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки. Увидимся очень скоро. Фух, ты ничего не сказал про конкурс, значит, камеру разыгрывать не будем. Да нет, пуля. Мы разыграем эту камеру за простые условия, за лайк, подписку и любой комментарий, как и обещал для своих подписчиков. Погоди. Давай лучше разыграем вот эту штуку. Ах ты, хитрая жопа. Я догадался, она просто не подошла на твои волосатые пальцы. Угу. Нет, камеру мы разыграем, а эту штучку, пульсоксиметр оставим тебе, а пальцы твои просто побреем. А-а-а-а! О-о-о!